Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и сегодня мы поиграем в новую, свежую и очень быструю игру под названием IonDrive, которая выходит буквально сегодня. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну а мы начинаем с самого начала, играть я буду один, ну потому что я здесь сижу один. Переходим к выбору уровня. И я думаю, стоит начать с тренировки, там как раз таки можно будет узнать про сюжет. Измерение 52. Какой только фигни не случается, особенно если пытаешься сбежать от галактической войны в неизвестное измерение. Посетители они, мягко говоря, не любят. Капитан Джеклин, 8 пространственных ядер неисправны, если произойдет перегрузка, то цепная реакция... Да знаю, Вера, они могут уничтожить целую планету. Экстренная посадка через... Что это там за город? На местных каналах его называют Новой Барселоной. Приземление. Не очень мягкое. Город уже... Нет, город пока не разрушен. Эффектно приземлились. Мне нужно подняться на ноги, времени мало. Нужно найти эти ядра, стабилизировать их, пока они не рванули. Кажется, у местной охраны другие планы. Привет, роботы, я пришел с миром. Это было очень больно. Но я же пришел с миром, я же хотел их спасти. Джек, нужно найти эти ядра, сейчас же, или весь город взлетит на воздух. Значит, на переговоры нет времени, вперед! Так, хорошо, тут все заперто, и куда мне идти? Ага, в каждой тюрьме есть секретный проход, окей. Они оставили мои вещи здесь, тоже мне охрана. Джек, шевелись, эти ядра почти перегружены. Ладно, ладно, так что делать с этим барьером? Я теперь могу телепортировать тебя на небольшие расстояния, просто наводи и кидай меня. Телепо что? С каких это пор? Побочный эффект от того, что мои генераторы эффекторных полей подверглись облучению от пространственного ядра. Некогда объяснять, все равно не поймешь, пошли. Ладно, я попробую. Ну, я же космическая девушка, я должен был понять. Ведь так же? Так, это тот самый робот-охранник, который вообще-то должен заниматься мытьем полов или пылесосить их, а он почему-то решил стать роботом-охранником. О, прикольно. Получилось, ну и... В принципе, не сложно. В процессе взлома теперь у тебя должен быть доступ к городу. Сколько у нас времени до перегрузки ядер? Где-то 30 секунд. Сколько? Я должен буду все это делать за 30 секунд? Это очень жестко. Это очень быстро. Чего? Мы не успеем. Я так же думаю. Раз я могу искривлять пространство, значит могу искривлять и время. Прямо как сейчас. У нас буквально утекает время. Точнее, утекает 30-секундный временной пузырь. Поэтому поспеши. Ладно. Ладно, попробую. Я попробую. От нас зависит судьба целого города. 30 секунд? Почему не час, день или... Обмануть законы физики ради нескольких несуществующих секунд и так трудоемкий процесс, знаешь ли. Нужно больше времени? Тогда собирай как можно больше энергии и найди эти ядра. Ради всего живого. Поняла. Так, можно собирать ядра и потом что-то с ними делать? Может, как-то время увеличивать можно? На Y? Ладно, попробуем. Допустим, я собрал какое-то количество ядер и действительно времени стало больше. Так, это удобно, это хорошо. Буду прибавлять себе время. Но все равно 30 секунд они прямо давят на мозг. Так, я чуть не допустил ошибку из-за такого короткого промежутка времени. Вот тут будет все очень сложно делать. Одновременно и время перематывать, и скользить, и бежать, и прыгать, и бегать, и шутить. Что-то еще делать? У меня уже все, у меня уже крыша едет от быстроты этой игры. Так, 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 бежим. Э, не достал, жалко. Вниз? Нам же вниз? Или не вниз? О, хорошо, что вниз. Так, еще больше времени. А, так нормально. Добежали за 40 секунд. Ну, 40 секунд еще осталось. Ну, в целом, друзья, что я могу сказать? В целом нормально. Первый сектор укрытия на улице Рамбла. Игроки проходят этот уровень за 6 секунд. Ух ты. Хорошо, будем пробовать. Побежали. Так. Можно было прямо сюда телепортнуться, но я почему-то этого не сделал. Мне сюда. Время. А ладно, можно вниз было прыгнуть. Биваем роботов, бежим. А надо обязательно весь уровень исследовать или нет? Вот пока непонятно. Ну, добежал. Можно было бы исследовать весь уровень, но что бы это мне дало, не знаю. И за сколько я прошел? 21 секунда. Да нормально, на самом деле, мне кажется. Для первого раза. Ну, ладно, для второго. Если по чесноку. По-моему, неплохо. Ладно, побежали теперь сюда. Вот есть что-то, секретка какая-то? Нет. Значит, в обратную сторону. Эй, не хотел туда телепортироваться. Так уж вышло. Да. Не рассчитал расстояние. Ну, как бы я бросил бумеранг. Он должен был вонзиться. Вот опять. Чё я два раза нажимаю? Вонзиться в стену, а не вонзился. Вот так. В моих планах было сделать именно вот так. Здорово. А, наверх не получится, да, у меня? Блин. А. Не получится. А, получилось. Время. Э-э-э. Время. Я не успеваю. Я не знаю, куда бежать. Блин, я заблудился. Ладно, получается, вниз нужно. Время, время. О, запутался в уровне. Очень запутанно всё. Так хорошо побежали направо. В этот раз. Мне кажется, так будет лучше и быстрее. Понизу пойдём. Здорово, робот. Здорово, ещё один робот. Ты меня не ждал, а я пришёл. Время перемоточка. Ну, знаете ли, вот оказывается. Я в прошлый раз почти добежал, только допустил маленькую ошибку. 18 секунд. Но этот уровень сложнее, потому что люди его уже за 6 не проходят. А за целых 8. Ладно, го-го, дальше. Так, ещё один уровень. Куда бежать? Думай, думай, думай. Понизу. Да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну. План был хороший, не правда ли? Здорово. Кстати, этим роботам ещё и стрелять в других роботов можно. Допрыгай. А как сюда попасть? Блин. А чё ты? Подожди. Во. М-м-м, да. Ха-ха-ха-ха-ха. Тоже, тоже неплохо получилось. Вроде бы, вроде бы не нормально. Ладно. Здорово. Во. То, что доктор прописал. Хы? А. Не сюда. Да, блин. А как это отменить? Можно брошенный... Блин, на голову упал. Брошенный бумеранг, сюрикен. Если как-то можно отменять, это здорово. Потому что... Я пока не знаю, можно ли его отменить. Я вместо того, чтобы прыгать... Делаю кучу ошибок. Наверх. Время. Сюда. Время. Ха! Хорошо! Вот это хорошо! Итак. Какой у нас результат? 14 секунд. За одну сек... Не, подожди. Я понимаю, конечно. Что... Но я не понимаю. За две секунды, серьезно, как? Как это возможно? Это магия какая-то. Это темная, черная магия, которую невозможно понять. Ладно, идем вперед. Тут еще и шипы начинают появляться. Здорово. Шипы это всегда хорошо. А, привет. Куда? А? Вниз? А если не вниз? А если не вниз? Вниз, вниз, вниз. Можно было и быстрее пройти. Все-таки вниз. Окей. 18 секунд. Ну, ладно. Всегда у меня примерно выходит одинаковое время. 18 секунд. Опачки. Новое препятствие. Циркулярная пила, моя любимая. Как же я их люблю. Как же я обожаю циркулярки. Отменить. Отменить уже никак нельзя. Я сейчас попробую понажимать все клавиши. Может быть есть кнопка отменить? Потому что вот как сейчас, например. Это было прям досадно. Можно отменять. Отлично. Все, я научился, друзья. Просто до этого я не умел. Че? А че это было? А че это было? Почему меня туда-сюда телепортнуло? Ладно. Моя ошибка, видимо. Но я прям правда не понял в чем. Давай, красотка. Бежим с тобой дальше. Не вовремя прыгнул. Мне эта игра напоминает супер-медбоя. Которого в свое время я очень любил. Правда первую часть, вторая оказалась так себе. А. Но пока все нормально. Это не очень. Отлично. Это не финиш? А вот финиш. Да, кстати, друзья, достойно. По-моему достойно. По-моему достойно. Учитывая, что я даже время дополнительное не использовал. 19 секунд. Ну серьезно. Три смерти. Одну капсулу собрал. Ноль алмазов. Может быть алмазы тоже влияют на уровень в твоем рейтинге. На рейтинг в твоем уровне. Короче, на твое положение в рейтинге. Ага, не допрыгнул. Нужно наверх цеплять бумеранг. Круто, что приходится анализировать сразу весь уровень. Потому что если ты его не будешь анализировать... А, ты долетишь все равно. Нормально. Куда? Ага. Ага. Окей. Немного неудачно прыгнул. И не факт, что я до этого места снова смогу добраться. Потому что... Потому что вообще не факт. Надо было телепортом проходить. Да. Просто в первый раз мне сильно повезло, что я не бахнулся головой о шипы. Вот так нужно делать. Да почему ты бьешься головой о потолок? Можно не биться головой о потолок? Пригни ее немного. Пожалуйста. Не обязательно биться головой о потолок. Вообще не обязательно это делать. Во. Совсем уже другое дело. Совсем другой разговор. Ну, и что мы имеем? 17 секунд. Пока из всех уровней это очевидный рекорд. Начинает получаться. Только вот это вот страшно, конечно. Очень страшно. Очень страшно. Здорово. Очень страшные циркулярки. Очень страшные и опасные циркулярки. А что дальше делать? А куда? Наверх можно? Отменить. Наверх. Вот так. Не получилось. Ладно, ты пэшся. Давай. Забрать. Прыгнуть. Сюда. Вниз. Да. Даже капсулы ни разу не использовал для увеличения времени. 28 секунд. Но я на одном месте прыгал реально 3 месяца где-то. Может 3 с половиной. Ну, вы видели. Просто. Просто я не мог. Не мог. Не мог продвинуться дальше. Но сейчас, робот, иди сюда. Я просто сделаю все настолько быстро, насколько это вообще невозможно. Давай, 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 давай. Поспешишь людей насмешишь и умрешь. А чё, а чё? Вот так. Думал, по диагонали полечу вверх, а в итоге полетел прямо в гроб под землю в ад. Давай. Сюда? А если не сюда? Я думал, что сюда. Да! Опять я не использовал временные капсулы. До 30 секунд. Да хватает на самом деле. Прям реально хватает. Более чем. Я думал, с этим будут проблемы. Но проблема больше в том, чтобы успеть секунд за 5. Ого! Ага. Я понял тебя. Я понял тебя, циркулярка. Спасибо, что порезала меня на маленькие лоскутки. Это было очень... Приятно. А чё, временные капсулы во второй раз не появляются или что? Давай! Нам направо, я полагаю, да? Куда? А если не сюда? Сюда! Ну, 21 секунда. Это дофига. До фига, друзья. Это дофига. 21.44 даже. Но я пытался. В некоторых местах приходится затормаживаться. Либо в других предыдущих местах нужно как-то брать фору временную. Либо не тормозить. Вот в таких местах, где циркулярки. И ты просто не знаешь, что делать с ними. Мне как бы понятно, что с ними... А вот сейчас вообще я запутался. Нужно было остановиться. Взять паузу. Поразмыслить. Пораскинуть мозгами. А в итоге мои мозги были проткнуты шипами. Надо сразу отпрыгивать от стены успевать. Ага. Пошёл ты вон, робот. А, а чё, а чё, а чё? Время. А куда? Вниз, наверное. Во, я нашёл. Можно было понизу идти, а я почему-то побежал наверх. Ну, если бы не временные капсулы, тут бы я реально офигел. Потому что везде циркулярки, колючая проволока, роботы, шмоботы и прочее. Ммм. Первый сектор полностью пройден. А всего секторов у нас, будь здоров, 10 штук. Ну чё, второй сектор. Наверное, будут новые испытания. Более жёсткие, новые ловушки. Больше циркулярок, больше роботов. Больше запутанностей. Когда скатываешься по стене, нельзя вот так вот бросить бумеранг. Буду называть этого робота просто бумерангом. Бросить его. Во время скатывания. Ну или, по крайней мере, у меня не получается. Не, 15. А если активировать капсулу, это влияет... Посчитают, что 15? Нет, всё-таки 19. Я думал, типа, капсулы тоже это время откатят. Но нет, всё-таки 19. Тут как ни крути. Да нормально, средний результат. Мне кажется, уровни примерно так и рассчитывались. Что человек будет проходить его... Секунд за 20. О, тот, кто гений, конечно, будет проходить секунд за 5. А тот, кто такой, вообще не пройдёт. Вот такой кто? Вот тот не проходит. Хорошо. Я по низу пошёл. Неплохо. Итого 17.38. Остаётся ещё куча времени. Учитывая ещё, что ты капсулы постоянно собираешь. В общем, мне начинает нравиться всё больше и больше, чёрт возьми. Начинаешь входить во вкус. Нужно будет пройти предыдущие уровни на лучший результат. Так, вниз. Привет. О, это вообще простой. Прямо элементарные. Или мне показалось. Да не, нормально, нормально. 18 секунд идеал. Так, а вот теперь будут шипы. Сказать, что я люблю шипы, это значит обмануть вас. Потому что никто не любит шипы. А что ты делаешь, Саша? Зачем тебе погибать? Не обязательно. Очень отзывчивое управление приятное. Прямо очень круто. 17 секунд. Следующее. Понесла. Всё, максимально быстро. Смотрите, друзья. Попробую сделать всё настолько идеально, насколько это вообще возможно. Окей. Ну я не знаю, кто мог знать, что там будет циркулярка. Меня обманули. Никто не говорил, что будет циркулярка. Во, другое дело. Это рекорд, друзья. Это рекорд. Это рекорд, друзья. Это рекорд. Это рекорд. Ноль заминок. Опа. Опа. Вот тут нужно было подождать всё-таки полсекунды, пока сдвинется лазер этот. Блин. Всё, проиграл. Просто один раз стукнулся головой. Сотрясение мозга. Дальше двигаться не можешь. О. Порот. Блин, робот. Ты зачем тут? Надо было его рубить. Я думаю, ну пощажу тебя так и быть. Маленького металлического засранца. Так и быть. Пускай. Живи, радуйся жизни. Нет же. Он взял меня просто шандрахнул током. За что спрашивается? Непонятно. В этот раз я тебя щадить не стану. А чё? А чё? А чё? А чё? А куда? А там дальше стены не было. Это ловушка. Блин. Это просто реально ловушка была. Обманка. Лютая обманка. Просто обманка. Или оттуда уже было никак не выбраться. Только сжечь себя. Может путь к поверху будет эффективнее? Как думаете? Не знаю. А как? Вот так нужно делать. Нифига туда вообще тебе не нужно было. Во. Ну, не идеально. Из-за того, что приходится здесь тратить секунды. Да нормально. Какой там рекорд вообще у людей? 8 секунд. Да нормально. 12 место. Нормально. Не восьмое, конечно, но нормально. Но я пытался. Ещё больше. Так, снизу я проскочу. Получилось. Алмаз, алмаз, алмаз. Спасибо большое. Луч. Спасибо. Всегда сжигай меня. Если видишь красивую девушку, просто сжигай её лучом, блин. Блин, хотел дотронуться пяткой до пола и сразу же оттолкнуться, отпрыгнуть, как мячик. Но, как мы видим, если ты рыжая девушка в киберпанке, это не значит, что ты вообще мячик. Вот, что нужно делать. Я понял. Сначала бросаешь бумеранг, хватаешь алмаз и моментально туда телепортируешься. А всё, всё, я могу сразу прыгнуть вот сюда. Что это за город такой, новая Барселона, что у них повсюду циркулярные пилы, лазеры, лучи смерти и прочее? Хотелось бы понять, как вообще живётся людям в таком городе? А не получится так сделать? Слушайте, надо подождать всё равно. Да, ладно, в этот раз точно пройду. Хотели бы, друзья, жить в городе, где повсюду лучи смерти? Да что я опять не те кнопки нажал? Зачем я нажимаю не те кнопки? Неужто так сложно нажимать те кнопки? А какие-то кнопки те. А вот те. Давай. Во. Надо было сразу так и сделать. А! Ха! 15 секунд. Да? Или я... Или не 15? По-моему, 15. 15? 10 место. А сколько всего тут, ребят? Непонятно. Ладно. Двигаем дальше тогда. Так. Это выглядит довольно жутко. Вот это место. Эти две циркулярки. Ну... Уолки-баб! Бабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб. Та-та-та. Ещё одна попытка! Робот, держись, берегись. Просто не двигайся. циркулярка ладно я доберусь до тебя циркулярка почему ты не допрыгнула у тебя же есть ноги прыгай зачем тебе ноги если ты не можешь прыгать не соображаю и чё делать-то пипецки короче нужно вот туда кидать эту штуку а потом уже телепортироваться когда циркулярка сдвинулась с места это пока единственный вариант который пришел у меня на ум если получится здорово если не получится но я тогда не знаю что делать блин и как не туда да как не туда ее закинуть я не понимаю это пипец туда нужно быть снайпером лютым а я ж не снайпер к тому же не лютая ладно я выберу другой путь мне этот путь что-то не нравится этот как-то поприятнее выглядит не правда ли друзья гораздо приятней в разы прям значительно приятнее этот путь а третье место вообще-то друзья мои ай-яй-яй неплохо и на этой хорошей ноте мы с вами пожалуй пока остановимся надеюсь видосик вам понравился большое спасибо за внимание за просмотр кстати ссылка на эту игру будет в описании так что смотрите порадуйтесь пока друзья счастья вам